Всем привет! Вы на канале Мой Солнечный Сад. Меня зовут Анна, я живу в средней полосе России в Саратовской области. И сегодня речь у нас пойдет о замечательном, неприхотливом, красивом, хорошо зимующем кустарнике. Догадались уже? Конечно, о спирее. Спирея – это очень неприхотливое и декоративное растение. На моем участке растет 4 сорта японской спиреи. Они все очень декоративные, хорошо зимуют, прекрасно размножаются и не доставляют никаких хлопот в выращивании и уходе за ними. Я очень люблю свою спирею. Сейчас на экране вы можете видеть моих красоток, которые радуют меня на протяжении всего летнего времени. Говоря простым языком, спиреи можно разделить на два вида, на два типа. Это весеннецветущие и летнецветущие. Весеннецветущие спиреи необходимо обрезать сразу после цветения, иначе растение не успеет доложить почки для цветения на следующий год. И вы не увидите этого прекрасного белого фонтана, этого потрясающего буйства белой пены, и, конечно, будете очень огорчены. Летнецветущие сорта спиреи можно стричь на протяжении всего летнего периода. От этого кусты будут только краше и пышнее. Данные растения совершенно нетребовательны к почве, довольно засухоустойчивы, зимостойкие и подходят для выращивания не только в средней полосе России, но также и в северных регионах. Друзья, если вам, как и мне, интересна тема садоводства, то непременно подпишитесь на мой канал. На нем вы найдете очень много важной и полезной информации. Ну а сейчас, друзья, я хочу рассказать о наиболее популярных и востребованных сортах спиреи. Некоторые из них растут на моем участке. Я очень ими довольна. Пожалуй, наибольшей популярностью среди весеннецветущих спирей пользуется спирея серая грифшейм. Высота, а также диаметр куста варьируется от полутора до двух метров. Цветение длится со второй половины мая по середину июня. Бурокрасные поникающие ветки образуют раскидистую крону. Махровые белоснежные мелкие цветочки покрывают полностью все ветви, образуя великолепный фонтан из белоснежной пены. Это отличный медонос. Ее обожают пчелы и различные насекомые. Зона измостойкости 4. Подходит для выращивания в средней полосе России. В более северных районах может подмерзать, но прекрасно восстанавливается. К почвам нетребовательно. Предпочитает солнечные места. Спиреи японские являются летнецветущими. Существует множество великолепных сортов данного вида. Широбана – это одна из самых красивых спирей летнего срока цветения. Ее можно назвать изюминкой любого сада. Она необычна и обильно цветет. Необычность заключается в том, что на одном кусту и даже в одном соцветии могут встречаться цветки белого, розового и почти красного цвета. Цветение длится с июля по сентябрь. Чем раньше вы обрежете отсветшие соцветия, тем больше новых появится на кустах. Широбана имеет плотную круглую форму высотой 70-80 см и диаметром около метра. На плодородных почвах при регулярных подкормках куст может вырасти еще больше. Ежегодно прибавляет в росте по 10-15 см. Цветет всегда на побегах текущего года. Зона зимостойкости – 4. Наиболее популярный способ размножения – это отводками и черенкованием. Место посадки – солнце или легкая полутень. Спирии Литл Принцесс – это декоративный изящный кустарник высотой 60-80 см с компактной плотной шаровидной кроной диаметром около 1 метра. Цветки светло-розового оттенка лучше всего растет на солнечных или полутенистых участках. Цветение обильное в июне-июле. Обрезка подсохших соцветий продлевает цветение вплоть до конца августа. Ежегодный прирост 10 см. Используется как в одиночных посадках, так и в качестве бордюров. Зимостойкость средняя – до минус 25 см. Но под снегом хорошо зимует и в более суровом климате. В моем саду уже живет эта красотка. Голден Принцесс – красивый невысокий кустарник не более 60-70 см в высоту и не более 1 метра в диаметре. Листья заостренные формы, золотистые летом и краснеющие осенью. Цветение в июне-июле розово-красными соцветиями. Растение светолюбиво, нетребовательно к почве, но предпочитает рыхлые плодородные, а также умеренный полив. Весной кустарник подлежит обрезке, а летом для поддержания декоративности удаляют отсветшие соцветия и подравнивают форму куста. Зимостойкость до минус 30 градусов. Спирея Голден Принцесс – это одна из самых моих любимых спирей. Дартс Ред – красивый компактный кустарник высотой 80 см и диаметром около 1 метра. Отличительная особенность – это продолжительное и обильное цветение с июня по сентябрь. Цветки от ярко-розовых до рубинного красных. Листва светло-зеленые, при распускании красноватые. Среднегодовой прирост 15-20 см. Солнцелюбиво и нетребовательно к почвам. Часто выращивают в качестве изгородей и бордюров. Весной рекомендуется провести обрезку. Летом удаляют отсветшие соцветия и придают форму кусту. Зимостойкость высокая – до минус 28-30 градусов. Голд Слейм – одна из самых шикарных спирей. Высота 60-80 см, диаметр до 1 метра. Цветки ярко-розовые. Листья меняют окрас в процессе роста. Оранжево-красные в момент появления, ярко-желтые, а затем в желто-зеленые на момент цветения. После цветения огненные краски и листвы возвращаются. Многократная смена оттенков – отличительная черта спирея японской Голд Флейм. Цветение длится с июня до середины августа. Предпочтительны солнечные места. Зимостойкость высокая. Ну вот и все, друзья. Я постаралась рассказать вам кратко наиболее важную и интересную информацию о наиболее востребованных и популярных сортах спирей. Если у вашем саду еще нет этого куста, обязательно его посадите. Однозначно вы не пожалеете. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале мой солнечный сад.